Всем привет, с вами Метал Соник и сегодня мы будем играть в фангру Соника за кличку 2HD. На самом деле сейчас проходит Сейдж 2017, ну и вот эта игра одна из игр, участвующих в Сейдже. Как ни странно, как-то так. Ну, в общем, это версия 2.0, точнее демка. Тут у нас представлено три уровня, а точнее Мород Хилл, Кемикал Плант и Хилл Топ Зон. В принципе это хорошо, потому что в прошлой версии, в прошлой демке был только один уровень. На самом деле, проект ведется, если я не ошибаюсь, уже 2012 года, по-моему, и я не помню название создателя. И, возможно, я напишу его под видео и дам ссылку на эту игрушку. Ну, в принципе, давайте без лишних числов начнем игру. Тут у нас сразу видны изменения, по сравнению с предыдущей версией. И мы можем выбирать между Соником и Тейлзом. Можно выбрать одного Соника или одного Тейлза. В принципе, давайте выберем только Соника. Потому что за Тейлзом я, в принципе, никогда не хотелось играть. Хоть он и прикольный персонаж, все-таки это игра про Соника, как-никак. Ну, вот мы начинаем игру и, о боже, какая тут рисовка, серьезно. Я забыл сказать, что в этой игре буквально все было нарисовано от руки. Серьезно, все фоны вот эти, все спрайты. То есть, под словом от руки, я имею ввиду, как бы, с помощью графического планшета, если я не ошибаюсь. И, блин, это достойно уважения, на самом деле, потому что... Ну, это, по-моему, очень большой труд оснать такую фоногруму. И она выглядит даже лучше, чем то, что сейчас делает Сега. Ну, то есть, я не беру, во счет, Соник Манию, а... Я про Соник Бума и прочие его створоды. Давайте, пожалуй, поизучаем этот уровень немножко. Потому что неохота, в принципе, так быстро эту игру проходить. Учитывая, что тут всего три уровня. Так, здесь, вроде бы, у нас ничего нет. И, блин, смотрите на этого врага, серьезно. Как он классно анимирован, так. То есть, здесь все воспроизведено, как бы, буквально по... По пикселям. Ну, как-то так, в принципе. Интересно, есть ли тут спешил стейджи? В принципе, нет. Вроде бы нет. Да и зачем они нужны, пока что, в принципе. Все-таки круто все равно, до конца не пройдешь. И отлично, нам повезло. Мы заработали сразу две жизни. И да, у этой игры сохранилась атмосфера от оригинала. Ну, так или иначе, уровни прошли. Ну, так или иначе, уровни прошли. Начинаем второй акт. Ёшкин кот. Как я так попался? Так, и давайте просто постоим, чтобы посмотреть, какие у Соника анимации. Серьезно, можно бесконечно смотреть на вот эти анимации. И, о боже, посмотрите, какие они плавные. Я не перестану восхищаться этой игрой. Ну, ладно, восхищением, восхищением. Уровень-то проходить надо. Так, в принципе. И Соник сейчас тупо делал лунную походку. И, кстати, вы видели анимацию в полете? Серьезно. Он так круто выставляет ногу. Соник. И музыка тоже, на удивление, неплохо инвекционно. То есть она даже стала немножко даже веселее, что ли. Я имею в виду не она, а композиции. Ответы стали веселее. Ну и сейчас у нас будет работник. Босс. Ну, с боссом, в принципе, тоже все ништяк. Спрайт довольно неплохой. Хотя какой спрайт? Это же целиком нарисованно. Так. 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 Я так понимаю, в макромедиа флэш все было анимировано, нарисовано или что-то подобное. Так. Отлично. Отлично. Всегда в свидании. Отлично. Отлично. И сейчас просто посмотрите на победную анимацию Соника. Серьезно, даже в оригинале, по моей памяти, такого не было. Ну и дальше нас ждет Chemical Plant. Думаю, многие из вас еще его не успели увидеть. Ну что ж, сейчас, в принципе, он будет. Так, конечно, переходы между уровнем на долгие. Ну, да ладно. В принципе, это, наверное, из-за моего компа. И вы посмотрите, как довольно-таки сильно изменился этот уровень. Серьезно, просто вот, не знаю, откройте скриншоты с оригинала и сравните вот с этим уровнем. Здесь все намного ярче. То есть тут все, атмосфера этого уровня, прям как, даже не хуже, чем в Соник Мании. Соник Мании, так. Кстати, посмотрите на этих флагов. Так, ну и, в принципе, Chemical Plant это один из моих любимых уровней, если смотреть по классике. Потому что тут, во-первых, большая скорость, во-вторых, одна из моих любимых музыкальных композиций в Сонике. Немножко звучит камера в этом уровне почему-то. Они как-то не успевают за Соником. Ну, в принципе, так оно было и в оригинальной игре. Так. Я просто удивляюсь, думаю, сколько часов нужно было потратить, чтобы создать эту игру. Ну, и проходит с этой игрушкой довольно-таки легко. Потому что, во-первых, не нужно собирать изумруды, потому что... Короче, не нужно собирать изумруды, если их нет. Как-то так. Если вы помните такой нем. Так. Chemical Plant 2. И, кстати, во втором акте музыка немножко изменилась. Я думаю, вы его заметили. И, блин, посмотрите на эту анимацию Соника. Серьезно. Конечно, есть вот эта игра немножко изъяна, там, со скриптами и все дела, но... Блин, вы... Просто представьте, какой труд был вложен на эту игру. И Сега действительно должна найти этих парней. Или кто они там, кем бы они ни были. Но, в общем-то, факт остается фактом. Так, ну мне хочется просто дать этому чуваку поймать меня, чтобы вы увидели анимацию. Серьезно, вы просто видели это? Угу, посмотрите, спрайт спасенного зверяка. Немножко изменен, судя по всему. Кстати, вот здесь вот музыка похожа на второй... Ой, на музыку из Chemical Plant в Sonic Mania. Серьезно, очень похоже. И второй акт какой-то более дарковый, что ли, не знаю, более мрачный. Ну и, в принципе, создатель удалось сделать невозможное. Удалось сохранить дух игры, изменив переначив рисовку, я бы так сказал. Ну, это с натяжкой, извиняюсь, можно сказать, что игра переначена. В принципе, кроме рисовки-то остальное все осталось прежнему. И вот мой ненавистный момент. Как бы я не любил эту игру, этот момент меня выбешивает. Что в оригинале, что тут. Игрушка у меня даже немножко подлагивает сейчас. Игрушка у меня сейчас. Игрушка у меня сейчас. Игрушка у меня сейчас. Сейчас я подохну. Давай. Фух, я, слава богу, выжил. Ну и как-то мне здесь повезло с прохождением уровней. Серьезно, я ни разу не зафейлился. как бы не накопать вот это место и тут еще ухот вон дружкин соник так что я только что сказал ножкин соник но я не знаю по уму сейчас я точно откинул сняковские коньки блин блин не делайте этого со мной так и фух я успел выжить на последних секундах ну что ж как я уже говорил мне повезло с прохождением уровня и в принципе я только что на карту на карту так лучше не говорить что я хорошо играю так ну ладно хватит тут плести всякую ерунду давайте уже пойду к финальному точнее к боссу этого уровня и блин вы что издеваетесь так здесь в принципе выбраться не так сложно но и я первый раз увижу 2 босса имел тоже на и сон у них уже первого как даже уже сказать и вы что издеваетесь серьезно я прям подвкушаю как будет выглядеть финальный босс серьезно это же будет просто это же будет выглядеть просто удивительный я думаю и блин как мне так сейчас было повезло и не понимаю главное сейчас местные не стать лохом снова так ну давай ну это с один из самых ну тупейших боссов второго соника и тут у нас небольшая отсылка к г пиу пиу то есть если вы не знали пиу пиу это игра похожая на эггманс работник с минбин машин но я точнее работник с минбин машина такой он крепил пиу ну вот это что-то будет это я собою я сейчас говорю про пиу пиу и да мы закончили уровень ну и дальше у нас по списку не aquatic ruin зон как было в оригинальном сонике в сонике 2 а hilltop zone и блин вот эту сезону я действительно вижу первый раз меня прикалывает пустая атмосфера этой игры так не попался принципе hilltop zone присутствовал и в первой демо версии и там он был в качестве секрета да и то он был как-то не завершенный что ли там чтобы открыть можно было если вот сейчас я не ошибаюсь если ошибаюсь партифами то их так вот чтобы открыть это нужно было забыл а нужно было собрать все кольца номер аутхи вы собственно также волны открыт там и дыбак молчь то есть режим отладки я знаю как здесь открыть дыбак молки но я думаю здесь возможно даже нельзя его открыть давайте лучше валял щит на случай если мы его ханемся так так здесь я чуть не потерпел вся аска так давайте перейдем сюда вот и я насколько я помню я сейчас по правильному пути так у нас опять его хатрон сейчас у нас тут будет подъем лавы насколько я помню либо это будет во втором акте я уж не помню да это будет здесь ее просит ее просит ее просит на самом деле я никогда не знал как обойти это место без потерь и колец так сказать без урона так чикпоинт нам думаю пригодится ну и чувствую я тут уже конец уровня да так оно и есть ну эти елки на заднем плане эти деревья на заднем плане выглядят покажется довольно таки странно ну и у них есть своя анимация давайте посмотрим что у нас во втором акте насколько я помню в оригинале не было вот этих кустов незначительная деталь но тем не менее так на самом деле вот как бы вот спой на эту игру решили сделать посмотрев как бы нермане если вы не знали это это такой зарубежный вот сплеер как бы по играм соника и майо думаю если у вас соника фан или майо фан то вам этот ник знаком так в принципе он тоже эмоционально высказался про вот эту игру ну в принципе как всегда он довольно таки эмоциональный ну и у него там было совсем слепое прохождение Жаль, что я не смог удержаться и не посмотреть его видео. Серьезно. Перед записью я посмотрел его в сплей. Ну, в принципе, не до конца. Так что, килл топ-зон я не увидел. Слава богу. Так. Кстати, надо изучить, есть ли в этой игре секреты. Потому что, мало ли, вдруг здесь есть какая-нибудь спрятанная зона. Или что-то подобное. Так. Кстати, прикольный момент сейчас был. Кстати, если вы заметили, то в этом трепещении Соник немножко-таки затемнён. То есть, присутствует здесь эффект тени, чтобы насмотрелось как-то лучше. Почему-то на моём компе эта игрушка даже на удивление подлагивает. Я этого не особо ожидал. Ну, в принципе, оно и понятно. Игра-то идёт в разрешении 1080p. 1080p. Так, здесь у нас босс. Насколько я помню, один из лёгких боссов. Так. Да. Можно только на нём скакать. Так. Ну и, в принципе, быстро завалить его так. Я думаю, если он сейчас здесь вылезет, то я его без проблем завалю. Так, кстати, эффекты огня тоже изменены. Я смотрю. Там довольно какая-то анимация. Ну, окей, говорю, босс довольно-таки туповатый, я бы так сказала. Я, кстати, смотрел на канале создателей процесс анимирования вот этого всего, что вы сейчас видите на экране. ну и, в принципе, довольно-таки кропотливая работа. Ну, так или иначе, мы игрушку прошли. Как это не прискорбно. Так. Ну и мы, в принципе, прошли не просто так, набрали четыре жизни, кажется. В самом начале два льты, но мы набрали семь, кажется так. Так. Ну и что же мы увидим? Забаво, тут даже какой-то бонус. А. я так понимаю, что-то вводит титру. Ну и, в принципе, что можно сказать об этой игре? В принципе, мне она довольно-таки зашла, скажем так. Надеюсь, что игру не забросят и сделают до конца, потому что я уже мечтаю увидеть последнего босса этой игры. Ну и, в принципе, надеюсь, что это видео вам понравилось. Ну и, если так, подписывайтесь, ставьте лайк, и ждите новых видео. А сейчас всем good bye!